Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех поздравляю с праздниками, с воскресным днём и с днём памяти Сфикция Спиридона, Римиконского Чудотворца. Если вчера мы слышали с вами Евангелие от Луки, где ко Христу, дошли и спросили, а правда ли, что немного их есть, тех, кто спасается, то вот сегодня Господь как бы продолжает эту тему, и говорит о том, что много званных, но мало избранных. И, конечно, у каждого из нас что-то замирает в груди, когда мы слышим эти слова. Это притча о званных на пир, о том, что многие были званы, и не только были званы, но и дали согласие прийти на пир, но потом стали отказываться. Отказываться не потому, что они занимались чем-то греховным, а причиной это была семья и работа. И, как мы читаем, Владыка дома разгневался и сказал, что никто из тех званных не вкусит моей вечери. Вот это Евангелие читают, когда проводят катефизацию новокрещаемых, тех, кто готовится к крещению. И, конечно, это о том, что много христиан, много тех, кто согласились креститься, стать христианами, но мало тех, кто действительно живет по-христиански. И, прежде всего, живет Евхаристией, потому что тайная вечеря, Евхаристия – это центр нашей жизни. Мы видим, что в нашей стране 80% крещены, но, к сожалению, причащаются единицы. Вот это вечеря, брачный пир, он остается во многих-многих случаях без возлежащих, к большому сожалению. И вот возникает, конечно, вопрос, а как, почему, почему у людей другие ценности? Почему люди не приходят на причастие? Или приходят очень редко? И бывает, что люди приходят раз в год. Вот сейчас на Рождество многие придут, потом на Пасху. Ответ кроется в том, что для многих людей посещение церкви и, может быть, религиозной жизни является непосильным трудом. По крайней мере, им так кажется, что это что-то очень-очень тяжелое. В XIX веке даже фразу такую придумали, которая возначала причастие «исполнить христианский долг». Про человека говорили «он исполнил христианский долг». Это так говорили про того, кто причастился. Это, конечно, очень страшно. Наверное, более антихристианского названия нельзя придумать. И мы видим, что в этой притче, в этой вечере, это не какая-то работа, на которую зовет господин, подвластных ему людей. Он не говорит им «вот вы работаете на себя, теперь идите, поработайте на меня». И как раз совершенно другой образ. Образ радостного пира. Пира, который исполнен любви, который предуготован для каждого. И вот, как показывает опыт, те люди, для которых церковные таинства, прежде всего причастие, исповедь, а также пост или молитва, являются чем-то трудным, что не дает им никакой совершенно радости. Вот такие люди, как правило, из церкви уходят через какое-то время. Да, они пытаются, может быть, молиться, поститься, но через какое-то время они осознают, что у них сил и так не хватает, чтобы просто работать, а уж еще и выходной день встать. Это говорит о том, что что-то совершенно неправильное лежит в нашем понимании. Ведь эйфористия – это для нас. Это не то, что мы даем Богу или делаем для Бога. Это то, что Бог дает нам. Это то, что действительно дает силы. Вот те люди, которые действительно живут по-христианскому, у которых получается жить по-христиански, для них воскресное причастие, участие в таинстве – это то, что дает силы на всю неделю. Так они и говорят, что действительно, вот я за неделю устал или устала, а сейчас я причастилась, и я смогу жить еще неделю. Вот это, наверное, то, о чем говорится в этой притче. Сегодня еще день памяти встителя Спиридона. Хотелось бы несколько слов сказать о нем, точнее, о нашем к нему обращении. Не секрет, что встителю Спиридону молятся о такой важной части нашей жизни, как деньги, о достатке, особенно, когда денег не хватает. И еще при жизни он прославился тем, что мог давать людям, которые нуждались, средства. И вот даже в тропоре мы читаем о том, что он змею притворил в злато. Слышите вы, да, это в пении. То есть пришел к нему однажды человек, у которого не было денег, он разорился, ему нужно было отдавать долги, вся семья его была в опасности. Но встителю Спиридону не было столько денег, чтобы дать ему. И он просто схватил змею, которая ползла мимо, ударил ее о камень, и она стала золотой змеей. И вот этот слиток золота этот человек уже продал, обменял на деньги и решил свои проблемы. Но самое важное в этой истории не то, что Силер Спиридон обладал таким даром чудотворения, что мог предметы превращать в золото. Самое главное в этой истории дальше. А дальше, как вы знаете, через достаточно большой промежуток времени этот человек действительно отдал долги, он смог поправить свои дела. И он отработал вот все вот эти деньги, которые он выручил за эту змею. И он вернулся обратно к Силеру Спиридону. Вернул ему мешок с золотом, с золотыми монетами, равный по цене вот этой змеи. И Силер Спиридон взял этот мешок, опять ударил его на землю, и он превратился в змею, и змея его прозвала. Очень важный момент, потому что иногда в своих молитвах мы бываем как дети. Мы хотим, чтобы Бог нам или святые давали, 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 а мы бы только брали, брали, брали и все. Но если мы вот так будем мыслить, Бог, Он, Отец, Он дает нам и будет давать. Но проблема в том, что мы тогда не вырастим. Вот если мы только так будем размышлять. Вот Силер Спиридон, он своих всех подопечных, тех, над кем он был, епископом, кто к нему приходил за помощью, он приучал все-таки к обратной мысли. У него было известно, что было хранилище, куда каждый мог прийти, взять что хочет и сколько хочет, сколько угодно зерна, других припасов, которые там были. Никто не записывал. Но было условие, что нужно вернуть. Это было неписанное условие, и люди возвращали. Кто-то сразу, кто-то, может быть, через год, может быть, через несколько лет. Но возвращали. Может быть, больше возвращали. И это очень и очень важная мысль. Еще раз всех с праздниками! Храни всех Господь!